Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о конфликтной ситуации вокруг формы сборной Украины. Напомню, что недавно жовто-блокитные опубликовали свою новую амуницию, появились фото и видео этой формы, где в частности есть изображение границ Украины, включая Крым, а также Донецкую и Луганскую области, ныне не подконтрольные киевской власти. Ну и разумеется, на фоне этого разгорелись уже споры и дискуссии, разные эксперты из той и с другой стороны поливают друг друга известные субстанции коричневого цвета. В общем, идет нормальная цивилизованная жизнь, жесткие славянские разборки в интернете – это отдельный вид искусства. Но мы узнаем мнение других людей, потому что то, как россияне и украинцы здесь будут отстаивать свою точку зрения, всем уже понятно, а что думают иностранцы? Давайте разберемся. Недавно я уже записывал видео, где в основном иностранные болельщики критиковали Украину за подобную форму и даже называли это политической провокацией. Ну а сейчас давайте узнаем мнение, так скажем, альтернативное, мнение тех, кто поддержал Украину. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии в поддержку вот этой новой формы. Ну и хотелось бы отметить, что в основном все эти комментарии написаны англичанами, и они вполне себе ожидаемы по, так скажем, политическому содержанию. Так что, если вы не хотите тратить свои нервы на подобный контент, то можете выключать ролик. А если вам это интересно, то милости просим, начинаем перевод комментариев английских фанатов. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Мэй Дейгав написал «Молодцы, украинцы, каждый порядочный человек находится на вашей стороне». Что-то сразу вспомнилось легендарное видео с украинскими военными, которые шли под своим стягом и кричали «Америка с нами, с нами весь мир». Ну, прям как Остап Бендер, за границей нам поможет. Пайлот 1806. Крым – это Украина. Он был аннексирован России незаконно. Лишь то, что Путин украл Крым, не делает его российской территорией. Но что-то вспоминается, там англичане тоже в парочке подобных историй были замешаны. Они вроде как до сих пор удерживают часть Испании, так называемый Гибралтар, который испанцы считают своей территорией, ну, знаете, лицемерненько немножко. Впрочем, здесь, конечно, можно сказать по классике, вы не понимаете это другое. Ви Вэлли. Если кто-то считает, что футбол вне политики, призадумайтесь. Ну, я об этом призадумываюсь каждый раз, когда вижу, как футболисты встают на колено в честь БЛМ и поддержки этого движения. Лорд Бринмелл написал, аннексия Крыма России матушкой пропитана беззаконием. Ну, интересно, а хоть одна аннексия была пропитана законом или каким образом захватываются земли или территории? Ну, интересно. То ли дело Англия со своими колониальными захватами. Вот уж действительно по закону так по закону. Икерти. Крым это Украина, Украина это Крым, все просто. Но здесь можно вспомнить старую восточную мудрость. Если ты сто раз скажешь халва, от этого во рту слаще не станет. Харрисон Форд написал, только русским могло прийти в голову, что они в данной ситуации потерпевшие. Но я не думаю, что здесь пытается кто-то строить из себя потерпевших. По-моему, просто взаимный троллинг, так скажем. Спайсес 8472. В этом нет ничего нового. Кашмир всегда находится на территории разных стран, в зависимости от того, кто издает карту, Пакистан или Индия. Ну, так и есть. Весь мир сейчас буквально усеян такими спорными территориями. Тут, кстати, можно горячий привет передать и союзникам англичан по НАТО, той же самой Турции, которые фактически удерживают половину Кипра. Абсолютно незаконно. Ну, так скажем, создав там буферное государство. Липовое. Джексон Файв. Незаконно сбивать гражданский самолет и отравлять людей при помощи новичка и полония. А рисовать у себя на майке границы государства, признанные международным сообществом, это не незаконно. Ну, насчет признанных международным сообществом не поспоришь, так и есть. Сообщество международное не признает Крым. Ну, а насчет сбитого самолета, это, я так понимаю, речь про катастрофу в Персидском заливе, да, наверное, когда американская ракета сбила самолет. Хотя, нет, наверное, тут тоже вы не понимаете это другое. Там была американская демократическая ракета, и она демократично сбила самолет. Dimas B написал, не понимая, почему некоторые пытаются приплести сюда левые и правые взгляды. Россия незаконно аннексировала территорию другой страны. Вот что важно. Как и тот факт, что ЕС ровным счетом ничего не сделал по этому поводу. Ну, учитывая то, что на украинской форме появились лозунги, которые активно используются украинскими националистами, наверное, есть повод говорить о правых взглядах. Ну, а касательно того, что главное не лозунги, а то, что аннексированы территории, ну, сразу вспоминается Адольф Алоизович, который продвигал свою националистическую идеологию во многом под лозунгами, что у немцев отняли их территории, судетскую область, которую нужно срочно вернуть, там, Данцик, Эльза-Слотарингию и так далее и тому подобное. Ну, в общем, да. Как-то получается, что и Гитлера, значит, можно оправдать за его нацизм, скажем так, говоря, что вот, мол, посмотрите, у немцев отняли территорию, значит, национализм оправдан. Ну, получается, по логике этой, да? Ellen UK. Так держать Украину? Могу поспорить, что Путин будет в ярости. Ну, у Путина сейчас, перед встречей с Байденом, точно нет больше никаких важных дел, кроме как смотреть на форму сборной Украины. Это мне напоминает, как некоторые украинские болельщики после ситуации с домогой Видой, который крикнул «Слава Украине!» после матча России-Хорватии, начали кричать, что домогой Вида обосрал весь чемпионат мира этим москалям. Вот, мол, русские там потратили миллиарды, а всего лишь одна фраза «домогой Вида» перечеркнула все их заслуги и все их старания. Каким образом, непонятно, но в результате, напомню, домогой Вида начал извиняться, и большинство иностранцев уже успешно забыли про тот инцидент, и он, скорее, сыграл в минус и хорватам, и украинцам. Но, знаете, не будем мешать патриотам жить в своей воображаемой реальности. Шоу Фай Фама написал, с лицемея русских можно лишь посмеяться. Ну, англичанам виднее, они чемпионы мира в плане лицемея. Повторяю, счетом с Гибралтаром до сих пор удерживают, да, испанские земли. Айвор Маклайн написал, цивилизованный мир признают Крым части Украины. Так что я не вижу никаких проблем в том, что Украина нарисовала свою карту у себя на майках. Я, кстати, тоже не вижу никаких проблем. По-моему, это, скорее, повод для разных политических блогеров и обозревателей собрать побольше лайков, комментов и всего остального. В общем, знаете, идет очередная серия вот этого срача между Россией и Украиной. Ничего нового здесь не происходит. Очередное перекидывание фекалий. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok